Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Тонец 19-го, начало 20-го века. В аграрной России бурно развивался капитализм. Явственнее проступали черты империализма. Складывались гигантские монополии, набирали силу банки. Изменялась социальная структура многонациональной России. Расслаивалось крестьянство, формировался промышленный пролетариат. Тяжелые условия труда, беспросветная нищета, политическое бесправие вызывали массовый протест. Политический характер приобретало студенческое движение. Резко обострилась борьба крестьянства за землю. Во главе народных масс против царизма шел пролетариат. В 90-х годах 19-го столетия центр мирового революционного движения перемещался в Россию. Объективные условия общественного развития и классовой борьбы в стране остро поставили задачу создания революционной марксистской партии. Маркс и Энгельс писали, «Для того, чтобы пролетариат оказался достаточно сильным и мог победить, необходимо, чтобы он образовал особую партию, сознающую себя как классовую партию». О создании такой партии думал Ленин. Зародышем такой партии был основан Владимиром Ильичем в 1895 году Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса. В 1898 году из далекой ссылки Ленин приветствовал первый съезд РСДРП, собравшийся в Минске. Но фактически тогда партия создана не была. В ссылке Владимир Ильич разработал план создания революционной партии. Объединение революционных сил он предлагал начать с создания нелегальной общерусской политической газеты. Издание такой газеты было налажено в Мюнхене. В ее редакцию вошли Ленин, Плеханов, Мартов, Аксельрот, Засулич, Потресов. Секретарем редакции после приезда в Мюнхен стала Крупская. В декабре 1900 года в Лейпциге был отпечатан первый номер искры. В передовой статье Владимир Ильич определил главную задачу газеты. Она состояла в создании марксистской партии, призванной соединить социализм с рабочим движением. В другой статье Ленин обосновал и углубил план построения партии при помощи газеты. Вокруг нее складывается крепкая организация профессиональных революционеров, ядро партии. Они распространяют искру, пишут в нее корреспонденции. С их помощью газета становится коллективным пропагандистом, агитатором и коллективным организатором. На ее платформу в России переходит все большее число комитетов РСТРП. Создаются условия для созыва съезда партии. Главным препятствием на пути создания партии являлся экономизм, разновидность международного ревизионизма в российском социал-демократическом движении. В заявлении редакции «Искры» говорилось «Прежде чем объединяться, и для того, чтобы объединиться, мы должны сначала решительно и определенно размежеваться». Выдающуюся роль в идейном разгроме экономизма сыграла вышедшая в марте 1902 года книга Ленина «Что делать?». В ней были разработаны основы учения о партии нового типа как революционизирующей, руководящей и организующей силе рабочего движения. Ленин подчеркивал, «Роль передового борца может выполнить только партия, руководимая передовой теорией». Такой теорией является марксизм. На его основе ведется разработка основополагающего документа партии, ее программы. По вручению редакции «Искры» проект программы готовили Ленин и Плеханов. Предложенный Плехановым проект Владимир Ильич подверг резкой критике. Их полемика отражала различное понимание движущих сил назревающей революции, роли пролетариата в ее подготовке. Обстановка в редакции была напряженной. Созданный в результате острой борьбы проект программы обсуждался в социал-демократических организациях России. Проведенная Лениным и Искры теоретическая, пропагандистская и организаторская работа подготовила условия для созыва съезда и создания партии. На второй съезд приглашены были те организации, которые не менее года вели активную революционную работу. Крупская вспоминала. Организации, от которых приехали делегаты, были уже оформлены. Они были связаны с начавшим широко развертываться рабочим движением. Как мечтал об этом съезде Владимир Ильич. Всю жизнь он придавал партийным съездам исключительно большое значение. Он считал, что партийный съезд – это высшая инстанция. Второй съезд открылся 17-го, 30-го июля 1903-го года в Брюсселе. 43 делегаты имели 51 решающий голос. Старшее поколение социал-демократов представлено группой «Освобождение труда». Владимиру Ильичу в то время исполнилось 33 года. Открыл съезд ветеран русской социал-демократии Георгий Валентинович Плеханов. Избрано бюро съезда. Ленин, Плеханов, Красиков. Итак, съезд был созван после самой тщательной подготовки, на началах высшей степени полного представительства. В чем же состояла главная задача съезда? В создании действительной партии на тех принципиальных и организационных началах, которые были выдвинуты и разработаны искрой. Полнота представительства на съезде обеспечила присутствие на нем и таких организаций, которые вели решительную борьбу с искрой. И таких, которые, признавая искру руководящим органом на словах, на деле преследовали свои особые планы и отличались неустойчивостью в принципиальном отношении. При таких условиях съезд не мог не превратиться в арену борьбы за победу искровского направления. Первым вопросом, который вызвал дебаты, начинающие обнаруживать различия оттенков, был вопрос о постановке на первое место в порядке дня съезда пункта «Положение бунда в партии». В течение пяти лет, которые прошли со времени первого съезда, партии как единого целого в сущности не было. И бунт вел обособленное существование. Теперь бунт хотел закрепить эту обособленность, установив с РСДРП лишь федеративные отношения. Вопрос шел о том, быть ли в стране единой, сильной рабочей партии, тесно сплачивающей вокруг себя рабочих всех национальностей, проживающих на территории России, или же быть в стране нескольким обособленным по национальности рабочим партиям. Редакция «Искры» стояла за интернациональное сплочение рабочего класса. Бунт за национальную обособленность. По вопросу о бунде и редакция «Искры», и делегаты с мест выступали очень дружно. Вопрос был решен в духе «Искры» громадным большинством. Важнейшее дело съезда – принятие программы. Каждый пункт обсуждался и голосовался отдельно. Оппортунисты выступали против ленинского положения о диктатуре пролетариата, говоря о ее несовместимости с так называемой «чистой демократией». Самый главный вопрос всей пролетарской классовой борьбы – вопрос о диктатуре пролетариата – съезд решил по-марксистски. Важная в русских условиях аграрная часть программы, автором которой был Ленин, ставила задачи борьбы с остатками крепостничества, создания союза рабочих и крестьян в предстоящей революции. Выступая против Ленина, оппортунисты выступали против этого союза, против руководящей роли пролетариата. Одобрена аграрная программа «Искры». Из-за преследования брюссельской полиции делегаты вынуждены были переехать в Лондон. В английской столице съезд кочевал, арендуя помещение у рабочих организаций. При обсуждении вопроса о парламенте, всеобщем избирательном праве, антиискровцы стремились придать демократическим принципам абсолютный характер, не учитывая реального соотношения классовых сил. Вопреки противодействию оппортунистов, программа четко указала на исключительную роль самостоятельной пролетарской партии. Она руководит классовой борьбой, объединяет вокруг пролетариата все слои трудящихся. Съезд отверг попытки оппортунистов разрушить теоретический фундамент пролетарской партии. Ленин подчеркивал. Отсутствие теории отнимает право существования у революционного направления и неизбежно осуждает его на политический крах. Серьезные споры возникли при обсуждении национального вопроса. Ленинский лозунг «Право нации на самоопределение» оппортунисты предлагали заменить требованием культурно-национальной автономии. Ленинская твердость, убежденность помогли отстоять принцип пролетарского интернационализма. Программа, учитывая социально-экономические условия царской России, формулировала и демократические программы «Минимум», и социалистические требования программы «Максимум» партии пролетариата. За программу «Искры» голосовало 50, против 0 воздержался 1. Съезд выразил редакции «Искры» благодарность за подготовку программы. После принятия программы Плеханов сказал, «Товарищи, мы можем с законной гордостью сказать, что принятая нами программа дает нашему пролетариату прочное и надежное оружие в борьбе с врагами». Принятием программы съезд заложил основы идейного единства РСДРП. Необходимо было закрепить его организационно. По первому параграфу устава разгорелись споры. Нечего и говорить, что вопрос об уставе имел для всех нас громадное значение. Пункт первый устава определяет понятие члена партии. В моем проекте это определение было таково. Членом российской социал-демократической рабочей партии считается всякий, признающий ее программу и поддерживающий партию как материальными средствами, так и личным участием в одной из партийных организаций. Мартов же вместо подчеркнутых слов предлагал сказать «работай под контролем и руководством одной из партийных организаций». За мою формулировку стал Плеханов, за Мартовскую остальные члены редакции. Мы доказывали, что необходимо сузить понятие члена партии для отделения работающих от болтающих, для устранения организационного хаоса. Мартов стоял за расширение партии и говорил о широком классовом движении, требующем широкой расплывчатой организации. Плеханов горячо восстал против Мартова, указывая, что его формулировка открывает двери оппортунистам. «Под контролем и руководством», — говорил я, «означают на деле не больше и не меньше, как без всякого контроля и без всякого руководства». Мартов одержал тут победу. Принята была его формулировка. Все остальные пункты устава, хотя и не без борьбы, были приняты в ленинской формулировке. В соответствии с утвержденным уставом, высший орган партии — съезд, который созывается не реже одного раза в два года. Между съездами — совет из пяти человек, которому подчиняются центральный орган и центральный комитет. После ухода со съезда части экономистов и бундовцев, после долгих дебатов, избрана редакция центрального органа «Искра». Мартов войти в состав редакции отказался. «Не могу не вспомнить одного разговора моего на съезде с кем-то из делегатов центра. «Какая тяжелая атмосфера царит у нас на съезде», — жаловался он мне. «Это ожесточенная борьба, это агитация друг против друга, это резкая полемика, это нетоварищеское отношение». «Какая прекрасная вещь наш съезд», — отвечал я ему. «Открытая, свободная борьба. Мнение высказано, оттенки обрисовались, группы наметились, руки подняты, решение принято, этап пройден. Вперед! Вот это я понимаю. Это жизнь!» Съезд избрал Центральный комитет большинства и закрепил победу ленинского большинства над меньшинством. Второй съезд РСДРП завершил процесс объединения марксистских организаций России на идейных политических и организационных принципах, разработанных Лениным. «Большевизм существует как течение политической мысли и как политическая партия с 1903 года». Образование большевистской партии явилось закономерным результатом общественного развития, поворотным пунктом борьбы российского и международного пролетариата. Созданная Великим Лениным партия стала живым воплощением соединения научного социализма с рабочим движением, неразрывного единства теории и практики. Она была, есть и будет партией марксизма-ленинизма, партией революционного действия. Субтитры создавал DimaTorzok